В Марбиле товарищеский матч. Этот статус довольно часто заставляет игроков, ну, как-то по-своему относиться к футболу. Я вот, правда, сейчас начал считать футболистов и насчитал 10 полевых игроков. Вот этого я не понимаю. Наверное, такая договоренность, чтобы не портить структуру игры, необходимую в контрольных матчах, тренеры выходят, выводят свои команды в полных составах на второй тайм. А этого вообще-то по правилам игры не должно было бы быть, потому что за минуту до перерыва, по сути, собственно, вместе со свиском на перерыв, были удалены Лассана Диара и Аруна. Довольно жесткий был момент, а пока мы смотрим повтор гола Юрия Жиркова. До этого отличился со штрафного Марк Бусуфа, а Киев открыл счет на 20-й минуте. Итого 2-1 впереди Анжи. Вы знаете, сейчас я немножко теряюсь с составами команд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Игроков в белой форме вот вижу. Но мне показалось, я начал считать и вряд ли мог так уж сразу сбиться, что их было 10. Полевых игроков. Так что состава я вам называть не буду, пока не пойму в чем тут дело. Карсело Гонсалес на поле. Совершенно не исключено, что он вышел. А при этом никто поле не покинул. Ну, помимо удаленного Лассана. В товарищеских матчах и не такое увидишь. Ну, вообще любопытно. Еще раз подчеркну, что команды отнеслись к игре серьезно. И поначалу Анжи, может быть, смотрелся менее динамично, чем киевская Динамо. Что и логично, потому что киевляне гораздо раньше начали игровую практику. Больше уже товарищеских матчей провели. И киев забил, может быть, закономерно. Хотя там был небольшой отрезок в первом тайме, когда мячом владели махачкалинцы. Но вот эти два гола в концовке. Причем два очень красивых гола. Удар со штрафного бусуфа. Красивый пас ИТО. Выход под углом 1 на 1. Жиркова. Удар международную квартарю. В общем, серьезно поменяли ситуацию. Ну вот смотрим за расстановкой у киевлян, появится ли еще один новый игрок. Пока никаких титров. Хотя, вы знаете, технические титры перед началом матча были. Вообще непросто в таких товарищеских играх доставать составы. Давайте я назову составы, в которых команды начали играть. А потом будем потихонечку разбираться, что же произошло в перерыве. Киевская Динамо формально хозяин. Так в протоколе записано. Максим Коваль, голкипер. В обороне 24 номер. Хорват Дамагой Вида. 28 Евгений Селин. 34 Евгений Хачириди. И 2 Данила. Защитники. Селин играет слева. Данила справа. Хачириди Вида в центре. Олег Гусев 20. Мигел Вилозу 4. Адмир Мехмеди 13. Андрей Моленко 10. Лукман Аруна 25. И Нико Кранчер 21. Это линия полузащиты и нападения. Аруна, напомню, был удален. И вот я сейчас понял по протоколу, который можно найти в интернете, что все-таки произошла при этом замена. Денис Гармаш на поле появился у Киевского Динамо под 19 номером. У Анжи ситуация следующая. Ну, удаленного Диара заменил Карсела Гонсалеса. Это мы с вами тоже поняли. И еще две замены. О них я сейчас скажу после углового, который вахачкаленцы выполняют справа. Бусуфу мяча. Высокая подача. Удар головой. Жуселей. Теперь его не перепутаешь особо ни с кем. Статный, мощный, темнокожий игрок. Но я напомню, что Анжи расстался с Кристофером Самбой. И все это произошло так быстро, что многих, в том числе игроков Анжи, я вот упоминал об интервью Юрия Жиркова, удивило. Они даже не успели оглянуться, как сам бы в команде не стало. Итак, Габулов в воротах. В обороне второй Ещенко. 15-й Логашов на флангах. 13-й Тагербеков играл. Его на 46-й минуте заменил Эвертон. 37-й номер. Вот тоже любопытная фигура. Теперь два бразильца в центре обороны. 37-й Эвертон, 5-й Жоа Карлос. И вы знаете, безусловно, этот игрок должен, по идее, показать свое право заменить Кристофера Самбу. Сегодня в товарищеском матче и вообще по ходу старта этого сезона. Пока атакует слева Ещенко. Прорывается, простреливает и зарабатывает угловой. Жуселей, 8-й номер, 6-й. Бусуфа теперь больше в центре, я полагаю, станет играть. На его место скорее вышел Корсело Гонсалес, Абусуфа в паре с Жуселей. Поскольку как удален Лаздиара. 14-й Шатов, 9-е ТО. И Юрия Жиркова в начале второго тайма заменил Федор Смолов. Чуть более активной становится схема у Анжи. Напомню, главный тренер Олег Блохин и Гусхидинг. Подача после розыгрыша и летит мяч к дальнему углу и никто не потянулся за ним. Причем там и Логашов и ТО были совсем рядом. Сразу несколько пришло игроков в чужую штрафную. Ещенко теперь затеял забег по правому флангу. Он заработал угловой, потом оставался. После него в центральном круге, как правило, это и происходит. Центральные защитники уходят в штрафную. А фланговые, ну иногда кто-то из фланговых защитников, кто-то из полузащитников, остаются за главных в обороне. Хорошо контролирует мяч Асанжи. Что-то киевская Динамо, поскольку забила свой мяч на 20-й минуте, перестала взрываться атаками. При том, что бегают-то много, на самом деле, киевляне. И стараются, во всяком случае, тренеру, я так полагаю, показать, что они на борьбу настроены. Но постоянного давления не видно. Вот уже почти тайм со стороны Динамо. По-моему, еще одна будет замена. А пока что Данила нарушает правила. Да, цепляет Карселу Гонсалеса. И замена действительно у киевлян. Надо посмотреть, кто покинул поле. Ну давайте штрафной сначала. Пронаблюдаем. Как-то был момент, когда у киевлян 7 человек в чужой штрафной собралось. При стандарте сейчас было 5 игроков в белой форме. Но продолжается атака Анжи. Теперь будет угловой. Вышел-то у Киева на замену 9 номер Роман Безус. А вот кто поле покинул, я сразу и не заметил. Вот он в центре штрафной. Там Безус. Ермоленко остался. Безус атакующий полузащитник. Подача. По-моему, опять 15 номер, в случае мне показалось, шел на мяч Логашов. Он часто подключается к атакам. И тогда он вместе с ЭТО, помните, на линии Вратарской, оказался. Ну, а первый матч четвертьфинальной стадии Кубка Африки. Я постоянно об этом турнире вспоминаю. Ну, просто потому, что это самое крупное соревнование сейчас на земле. Потому что мне довелось побывать в ЮАР и за матчами посмотреть. И потому что там, на этом турнире, играют в том числе и футболисты Анжи и Киевского Динамо. Так вот, первый матч завершился, как и следовало ожидать, победы сборной Ганы над выскочкой командой Островов Зеленого Мыса. А ниже Кабо Верде. 2-0. Вакасо об мяча забил. Один с пенальти. И потом, на последней минуте, ну, что-то вроде хоккейного в пустые ворота. Наверное, в контратаке. Кивляне атакуют. Едва ли не впервые после перерыва на чужой плане поля обосновались. Но недолго их там видели. Вот сейчас, может быть, поострее. Атака у Динамо. Безус. Направо. И три человека в синей форме возле Габулова. В оправдание Максиму Ковалю в эпизоде с Бусуфой. Наверное, солнце, которое светит ярко в глаза, именно вот в левые ворота глядя. Сейчас там Габулов прикрывался от лучей. Гармаш. Хорошая резная передача, но понятная она была для Ещенко. И мяч что-то перехватил без особого труда. Удалось сохранить? Нет. Не вполне. Этот мяч. Смолову подача... Ну что, киевляне, я так понимаю, взялись за дело серьезно. Вот передача крайне слабая. И рывок шатого. Пас, правда, не получился. У него, наверное, стоило сыграть с ближним, не очень рисковать. Тем более, ближним был и то. Прорыв по левому флангу. Если сначала играл в мяч в защите к Анжи, Тарсений Логашов, то вторым касанием уже зацепил ногу киевлянина. 10 минут после перерыва позади. И потихонечку-потихонечку поменялась картинка. Олег Гусев, капитан Динамо у Анжи с капитанской повязкой Симуэлли Туо. И снова там очень много сил у киевлян. Не 7, так 6. Тоже немало игроков. Сильный, слишком сильный навес. Все рванулись вперед. Обманул своих же. Велоза вот такой подачи. Хотя, если бы мяч долетел до дальнего угла вратарской, там, наверное, мог получиться какой-то интересный вариант. Разумно, если многие бросаются на мяч, всю с собой бригаду соперников забирают, а кто-то остается, наоборот, отскакивает. Вот под такую комбинацию подача Велоза очень бы подошла. В центре поля Жуселей и Карсела. Ну, немножко поменялась схема. Если в первом тайме, ну, очевидно, играли 4-2-3-1. Махачкалинцы. 4 защитника. Опорные. Диарай, Жуселей. Дальше линии инсайдов. И, наконец, ЭТО. То сейчас Бусуфа не очень-то помогает. Он Жуселей в глубине. Он скорее действует перед Жуселей. При этом Смолов справа, Карсела слева в большей степени нападающие, да? Чем Жирков и Лешатов. И получается 4-3-3. Схема сейчас. Карсела слева. Смолов справа. Между ними ЭТО. Ну, а Шатов в линии с Барком Бусуфа и Жуселей им играет. Заработал штрафной. Опять, по-моему, Олег Гусев. И опять Вилозу собирается подавать. Жоу Карл, желтая карточка. Жолтая карточка. Подача. И вновь точно так же. Ну, на самом деле, на этот раз Безус остался. Вот в роли того самого отскочившего для подобной подачи игрока. Да, да только не добил Вилозу. И тем не менее, неплохо киевляне атакуют сейчас. Гармаш чуть назад. Перевод через все поле почти. Недооценил отскок Евгений Селин. Тем не менее, мяч у него по-прежнему. И был контакт. Но мяч-то остается у Динамо. Он штрафной. И удар от ворот. Удар от ворот. Это не доиграл эпизод. Нормально. Олег Гусев. Свою роду символ смены поколений. То есть тот человек, который на протяжении уже 10 лет, как минимум, постоянно играет в стартовом составе. В основном составе. Среди лидеров киевского Динамо. Сейчас он капитан. И, пожалуй, самый опытный. Ну и совсем другую командующую. Шевченковскую застал. Ну вот, штаб. Там и Баль. Там и Ребров. Там и Михаличенко. Там и Блохин. В общем, серьезный. Суровый бой. Киевская Динамо ведет за крепость своего тренерского корпуса. С другой стороны, конечно же, вроде довольно сложно распределять все эти обязанности и иерархию как-то соблюдать. Но то, что представители разных поколений и люди, которые сделали славу киевскому Динамо, все работают. Ну, не все, а многие работают в системе. Это, конечно, очень похвально. Очень приятно. Динамо сейчас играет посильнее. Наконец-то, как, наверное, и должно быть в матче априори команд приблизительно равного класса. Когда одна ведет в счете, другая начинает пережимать свою сторону. Жуселей. Справа Логашов. Потеря Бусуфа и 4 в 4 атака у киевлян. Гусев набирает скорость штрафной, врывается и на этот раз зарабатывает угловой. Ну, устал, конечно, Олег Гусев. Его-то там, не щадя, кормят партнеры мячами и предлагают бороздить. Просторы. Вилозу. Очередная подача. Подачи, в принципе, по технике получаются очень неплохими. У португальца борьба за мяч штрафной. Безус сорвал с мяч ноги у Данила и, типа, боролся за него Ярмоленко, но не выиграл. Оказалось, что у киевского «Динамо» довольно серьезная группа поддержки. Даже скандировать начали. Вдвоем, втроем-то так особо не поскандируешь. Ну, что, Селей, на перехвате. Штрафной. С 2003 года в киевском «Динамо» проверил я свою память. Олег Гусев действительно 10 лет он играет. Ну, или почти 10 лет. Хорошая подача. Не дотягивался до мяча. Это, тем не менее, аплодирует он. Сейчас Смолову. Да, ждем-ждем появления Вильяна. Ну, хотелось бы посмотреть хотя бы на несколько минут в исполнении нового дорогущего бразильца. В составе Анжи. Что касается переноса матча, то у многих даже возникло предположение, что именно из-за Вильяна этот матч перенесли. Но вряд ли так уж впрямую. Это был бы единственным аргументом. Он лишь вчера вечером прилетел. Его дожидался специально Гус Хидинг. Отказали представители Анжи в интервью для опрессы Вильяна. Ну, может быть, поздний прилет и необходимость влиться в ритм командной работы просто непосредственно по времени, не потому что как-то закрыты футболисты или команда. Не позволили журналистам поговорить с бразильцами. Удар по воротам. Мигел Вилозу. Еще удар. Всех встречных поперечных оббил мячами. Но в результате... До опасности даже дела не дошло. И уже атакует Анжи. Еще раз подчеркну. Судя по тому, что Вильян получил 10-й номер. На матч он заявлен. По идее, хотя бы минут 15. Должны мы увидеть. Перевод направо. Логашев. Вот Шатов стал глубже играть. Мы это видим. И за боковой бросает Анжи. Ермоленко первые минут 15 очень активно себя вел. Там справа. Опускался в обводку. Так тянул даже на себя игру слегка. Потом ее начал перетягивать Кранчер. А в последнее время ни тот, ни другой. Этим уже и не занимаются. Хотя еще раз подчеркиваю. Ощущение того, что Динамо как-то играет в несвойственный футбол. Не возникает. Нормально. Взрываются атаками по одному, по другому флангу. Но вот в центре куда-то пропала идея. Вышел Тайво. Только что на поле. Но тоже немножко не хватает титров для того, чтобы понять, кто кого меняет. Точнее, кого меняют прежде всего. Тайя Тайва. Евгения Селина, я так понимаю. Заменил. Потому что по левой бровке играет. Угловой. Тем временем у ворот Анжи. 21-ая минута второго тайма. Счет до перерыва сложился. Забила киевская Динамо. На 20-й минуте. А в концовке Бусуфа и Жирков. Забивали в ворот киевля. Ну, сейчас хорошая, может быть, атака. Ещенко мяч подхватил. Это уже набрал скорость. Сколько там еще партнеров. Да это уже не важно. Потому что Ещенко мяч потерял. Не успел его пробросить мимо защитника. Успел бы. Могло получиться что-то вроде 2 в 1 или даже 3 в 1. Но рискованно, тем не менее. Здорово сыграл защитник. Это красиво. Вновь Ещенко. На лихом коне. И в касание. Правда, не очень удобно. Мяч у него под правой ногой был. Тайво. Из боковой киевская Динамо будет бросать. Ну, точнее, Тайва лично. Странная судьба у этого игрока. В Марселе в свое время и в сборной Нигерии в тот период казалось, был незаменимым. Был звездой на своей позиции. Но потом как-то потерялся. Совсем более того, за то время, что он выступает за киевское Динамо. И ничего, кроме ругательства адреса Тайва, я, честно говоря, от людей, постоянно следящих за Динамовцем, не слышал. При том, что 27 лет, хороший возраст, сочный. Судя по внешнему виду, каких-то нет проблем у нигерийца с дисциплиной. Правда, мы этого точно не знаем. Вот перешел он в 2011 году в Милан. Там ничего особенно не показал. Потом побывал в Куинс Парк Рейнджерс. Ну и вот в аренде он был и в Англии, и сейчас в киевском Динамо. Тоже принадлежит по-прежнему Милану. Но играет непостоянно, будем так говорить. Ну и, как видите, не попал в сборную Нигерии в очередной раз уже. Из боковой Анжи будет бросать середина второго тайма. 2-1 Ещенко Разбегался в последние несколько минут. Напомню, Ещенко тоже дебютант. Мы так говорим о том, что подобные контрольные матчи, безусловно, шанс посмотреть на новых игроков. Но вот, в частности, Ещенко. Его переход довольно громким тоже был в этом межсезонье. Набусуфа мяч получил в центре. Маленькое расхождение с протоколом. На счет 20-го номера. По-моему, все-таки Федор Смолов. Вышел на поле. Но только я увидел. Другой номер у него. Не важно. Надо посмотреть в лицо еще. Пока Динамо атакует и сравнивает счет. Да. Здесь Севертон прозевал. А может быть, даже и сам коснулся мяча. И Адмир Мехмеди стал героем эпизода Голевого. 70-я минута. Давайте повтор посмотрим. Как рассердился ЭТО. Ну, действительно, можно сказать, в этой атаке вообще с Бухты Барахта Киев забил. Хотя последние минут 10 играли, конечно, поинтереснее. Здорово, как Ермоленко крутанул мяч внешней стороной стопы. В штрафную убирал его от защитника. Но, по-моему, не убрал. По-моему, именно Эвертон мяч забил в свои ворота. 2-2. Такой счет был сегодня в товарищеском матче между командой российской и украинской. Даже к перерыву. 2-2 уже было. Во встрече с СССР и Металлиста. В итоге Металлист выиграл 4-2. Сейчас посмотрим, чем все здесь обернется. Из боковой бросает Анжи. Но составы уже серьезно поменялись. Я напомню, что был такой притчайший в этом матче случай. Казус. Удалены с поля за драку, можно сказать, за обоюдную грубость. Лосана, Диара и Аруна. Однако на второй тайм вышли в полных составах команд. Все равно. Судьи разрешили, но, видим, по взаимной договоренности тренеров, этих футболистов заменить в перерыве. И в итоге второй тайм тоже в полноценных сочетаниях. Команды играют. Угловой Анжи заработал. Ну, вообще, помимо этих красных карточек, еще Бусуфа и Жоау Карлосу Анжи предупреждение получили. Вообще, такая борьба-то идет. Серьезно. Ну, вот и Вильян. Вот и Вильян. Трудно сказать, в какой он форме. Наверное, последние недели были, так или иначе, заняты для нее предпродажной подготовкой. Но в Шахтере-то он, насколько я понимаю, уже должен был начать тренировочный сбор. Но вышел, вышел на поле 35-миллионный новичок Анжи и отправился подавать угловой с правого фланга. Ну, вот даже не 15, а скорее 20 минут получил Вильян. В этом матче, о чем мы с вами и говорили, подача второй раз подряд выбивают киевские защитники мяч. Еще раз все выбивают и выбивают мяч. И в конце концов, довыбивались до хорошей контратаки. И здесь совершенно правильно. Логашов делал, отправляя мяч сразу за боковую. Особо не задумываясь. Ну что, равная игра 2-2. Хотя где-то в начале второго тайма казалось, что такие явления немного подсдулись и никак не находят в себе сил, чтобы серьезно претендовать на победу. А сейчас, как знать, ну, может быть, в ближайшие минуты поактивнее будет себя вести Анжи, как команда, которая последний пропустила. Тут бабушка на двое сказала. Еще одна замена у Динамо. Появится Сергей Люлька, защитник. Если, опять же, протокол не обманывает. 26 номер у него в заявке. Там, по-моему, кто-то активно просит на такси. Первым покидают на трибуны зрители четных секторов верхнего яруса. Уезжают на такси. Уезжают на такси в Морбиле. Ужинать. Логашов. Гусуфа. Жуселей. Жо Карлос Эвертон. Габулов. Ну, так, минут пять-шесть, может быть, команды еще покатают мяч, но затем, я полагаю, тренеры потребуют от них, потому что уже близок сезон, и нужно вырабатывать 90-минутные отрезки в командном смысле. Вот этот, поддерживать полноценный формат. Илья, нет, не догонит он. Мяч никак. Как бы не старался. Вот вратарей еще не меняли, что довольно часто тоже бывает признаком товарищеского матча. Такого совсем товарищеского. Что еще и разные голкиперы. Сыщает ворот. Ой-ой-ой-ой-ой, какая передача назад на Габулова. Срезал мяч Ильян головой на эту очень техничную и направо. Отличная передача на ход, забегание. И всего-навсего у головой. Главой вроде тоже неплохо, но... А Барк Бусуфа будет подавать. Ну, слишком сильно мяч гущий игроков перелетел. Здесь особых шансов у Ильяна в верховой борьбе нет. Проворный он очень игрок, но, конечно... Бороться за чистый, в чистом виде единоборство. Дуэли наверху вряд ли он смог. Так, что случилось? Недоволен Блохин. Потому что офсайт или что-то еще такое странное, явно несправедливое, по мнению киевлян. Арбитры зафиксировали. Ну, Блохин такой характер имеет, что... Его заставить переживать и вмешиваться в игру может даже мелочь. Так что здесь это вряд ли может показателем особой принципиальности матча. Атака киевского Динамо. Нет, нет, здесь нарушение. Сыграно в мячу. А Карлос, Жуселей... Ермоленко. На газоне. Кого-то еще собирается выпускать хидинг, судя по жестам. Вильяну, кстати, всего-навсего 24 года. Вот так мы говорим о том, что готового игрока приобрел Анжи. Готового. И в том смысле, что он в Восточной Европе поиграл уже, акклиматизировался. Наверняка и по-русски понимает. Пусть немного. И просто привык к условиям сходным. С теми, в которых существуют Анжи. Он ведь с 2007 года в шахте. С 19 лет играет в Европе. Это действительно очень серьезный плюс. Игрок молодой, уже показавший себя и в том числе в матче к лиге чемпионов. И при этом без вопросов к климатизации. А воспитник он Каринтианса. Точнее, это его первый профессиональный клуб. Как и Эвертон. Защитник. Ой-ой-ой. Пропадал. На мгновение картинка. И мы видим действительно, что хидинг приготовил замену. Так вот, о центральном защитнике начинал в Каринтиносе. Правда, потом играл в разных клубах низших дивизионов. И с команды Спорт-Ресифи уже перешел в Брагу. Откуда проследовал Анжи. 80-я минута. Аплодисменты. Не Туоли покидает поле. Ну да. Самой Лето. Самый звездный из игроков. Из участников этого матча. Получил свою порцию аплодисментов. Неплохо с широкими размашистыми передачами в касание играли киевляне. Добрались лишь до подступов в штрафной. Там Вильян неаккуратно срезал мяч назад и остался в обороне. Мигел Вилозу. Перевод. Нет, мяч достается защитнику Анжи. Ну и вот быстрые развороты. Желание броситься сразу в атаку. Все-таки поддерживает это ощущение нормального боевого матча, который мы сегодня с вами смотрим. Еще раз подчеркну, с опаской очень отношусь. Как, наверное, и многие из вас к товарищеским матчам. Слишком много в них ненатуральности. Ну, сегодня игра похожа на футбол. Последний штрафной. Перевод налево. Корсело Гонсалес. Все-таки позабытый там на фланге. Убирает мяч, пробрасывает и навешивает. Не было ли там касания ноги защитника? Нет. Просто сорвался мяч. Умех, где Корсело Гонсалес. Он, кстати, тоже марокканец, как и Бусуфа. И тоже за сборную играл. И тоже не поехал в национальную команду, как и Бусуфа. В центре поля мяч. Безус. Безус окружили его. И мне вот показалось, что отбирали именно мяч, а не играли в ногу. Полузащитники Анжи. Ну, кто-то, видимо, задел. Штрафной назначен. Справа атака. Кемлян продолжается. Пас назад. И уже Безус открывался. Можно было бы навешивать. Правда, два центральных защитника там есть. А здесь, что нет офсайда и угловой. Но в итоге придерживал этих двух защитников центральных единственный нападающий. Единственный игрок киевлян. Безус возле 11-метровой. Жао Карлос и Эвертон. За ним следили. И осталось место для подключения из глубины. Угловой. 83-я минута. 2-2 в матче Анжи-Динамо-Киев. Прямо в ворота мяч летит. Отскакивает от Габулова. И за боковой. В Вилозу. Все тут же будет бросать. Ах, как здорово. Развернулся Гусев. И не удержал мяч в поле. Хотя задел, зацепил мяч Андрей Ещенко. Так что еще один угловой. Я напомню, именно с углового. С правого фланга Анжи и пропустил. Первый мяч. Тоже неплохая подача. Туда, где Хачериди высился. Но это уже не самый лучший заброс. И от своих ворот Габулов. Мяч отправит в поле. Вообще, однажды Габулов добил аж до чужой штрафной. Не с рук, а вот так вот. С короткого разбега. Сейчас, правда, центральной линии. Прямо на Ещенко мяч отправляет. Сукуки вратарии большие мастера. На такие передачи длинные. У меня из памяти, наверное, никогда не выйдет тренировка Эдвина Ван Дарсара. И неоднократно в разных эфирах про нее рассказывал. Но вот сейчас тоже вспомнил. В 95-м году в Минске сборная Голландии играла отборочный матч. Кстати, проиграла его в результате 0-1. Сенсационно. Белорусам. И мне довелось побывать на этом матче. И побывать накануне на тренировке голландцев. И еще не самый известный вратарь Эдвин Ван Дарсар. Тогда, ну, уже вратарь серьезный. Но не такая звезда, как на пике своей карьеры. Минут 40 посвятил тому, что в разных позициях, в разных ситуациях, подбрасывая мяч с полуотскока или с точки, или с лета, направлял в адрес своего партнера, ну, точнее, тренера-партарей, который занимал совершенно разные точки. В 80, в 50, в 70 метрах на фланге, в центральном круге, у чужой штрафной. Ван Дарсар попадал с точностью, у меня такое ощущение, что до миллиметров. Туда, куда он метил. Причем я внимательно начал следить даже за этим его тренером вратарей. Не двигается ли он, не подстраивается под мяч. Нет, он стоял, как вкопанный. И ему в руки мяч прилетал. Но максимум, что он делал отклонение корпуса, чтобы мяч поймать, как, знаете, в игре в летающую тарелку. Слегка потянешься и поймаешь ее, летящую где-то рядом. И за боковой бросает Анжи. За пять минут до конца товарищеского матча Жусерей. В центр хорошо, очень здорово на свободное место. Мяч покатил Буссуфа. Вильян открывается, мяч получает, по сути, в ноги. Но на скорости четыре партнера, четыре соперника и только два партнера. У бразильца было, но и не удалось ему мяч перебросить. Через всех киевлян там Смолов открывался. Логашов бросает и за боковой. Потеря. Это, по-моему, Ермоленко пришел помогать защитникам и очень технично разобрался с эпизодом. Вот он, Ермоленко. Точно так же он катает мяч вокруг себя и соперника. Здесь Ещенко выиграл. Серьезное умение для защитника флангового. Крайнего. Играть головой. Чаще всего этого навыка лишены украинские защитники. Но когда вдруг он есть в арсенале, в общем, делает гораздо более полезной такую фигуру. Вообще, Ещенко хороший игрок, растущий по-прежнему. Игрок сборной России. Напомню. И сразу несколько футболистов после этого матча отправятся в расположение национальной команды российской. Которая здесь же, в Испании, проведет первый в этом году товарищеский матч. Матч с исландцами. Ну и напомню. Запланирована еще одна товарищеская игра на нейтральном поле. Но совершенно другого статуса в Лондоне на Стэнфорд-Бридж в конце марта сборная России сыграет с Бразилией. Вообще, это достижение. На мой взгляд, нашего футбола шанс сыграть с бразильцами. Причем это уже в условиях, приближенных к боевым. Потому что как раз в то окно для сборных будет и матч Северной Ирландии. У нас заканчивается товарищеская встреча. Уже пора вспоминать, как же развивались события. Довольно бурно все происходило в первом тайме. Киев начал активно. У Анжи была своя десятиминутка владения мечом инициативой. Потом все-таки ближе к 20-й минуте было ощущение, что киевляне поинтереснее играют и чуть чаще атакуют. В конце концов они с углового забили первый мяч. Дело было на 20-й минуте. Подача справа. Один удар по воротам. Потом пытался добить Гермоленко. Но у него с ноги мяч снял Логашов. И все-таки Ника Кранчер пробил Габулова. Габулов мяч вынес, но уже находясь за линией ворот. 20-я минута. Затем довольно долго раскачивался Анжи. И все-таки концовку тайма провел здорово. На 40-й минуте со штрафного прямым ударом над стенкой сравнял счет Барк Бусуфа. А на 43-й после передачи Симуэля Туо Юрий Жирков с острого угла в штрафной первым касанием после резкого рывка пробил под вратарем между ног. 43-я минута 2-1 Анжи вышел вперед. После перерыва А, да, еще это не все. На 45-й устроили потасовку Ласана Диара похоже был неправ в начале эпизода. Очень резко отреагировал Лукман Аруна, нигереец из киевского Динамо. Там и другие игроки были замешаны, но в результате судья удалил с поля, показал красные карточки Диара и Аруни. Тем не менее, команды вышли на второй тайм полноценными составами. Видимо, тренеры договорились в перерыве, чтобы не менять формата вот этого матча проверочного, контрольного для каждой из команд. Вышли 11 на 11. Ну и единственный мяч в втором тайме забили киевляне. Забил после отличной передачи Ермоленко Адмир Мехмеди на 70-й минуте. Вот так вот 2-2 за пару минут, наверное, до финального свистка. Не знаю, есть ли какой-то резон в том, чтобы добавлять ко второму тайму время в этом контрольном матче арбитрам. Всяк в случае, 90 минут уже сыграли команды. Анжи понравился движением, как, собственно, и киевская Динамо. Я думаю, и зрелищем вполне можно такой матч назвать. Может быть, я ожидал чуть более яростной концовки. Посмотрели мы мельком на Вильяна. Приветствуют его киевляне, хорошо знающие по чемпионату Украины. Теперь Вильян, как и Эвертон, как и Ещенко, это дебютанты Анжи. В общем, усиление в межсезонье махачкалинцев серьезное. Впереди еще продолжение сбора. И, напомню, 14-го числа уже Анжи играет в Лиге Европы с Ганновером. На сегодня все. Комментировал Александр Шмурнов. Спасибо за внимание. До новых встреч на НТВ+. Счастливо. 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 Продолжение следует...